Всем привет, я Дмитриев и сегодня мы поговорим про белтинг. И давайте сразу перейдем к примерам. Зародился этот прием в Бродвее. Но точнее говоря, технология его пошла из бродвейских театров. По звучанию это все напоминает крик, но, так скажем, правильный с точки зрения звукоизвлечения. И белтить мы можем не по всему диапазону, а лишь на определенном его участке. То есть у мужчин это плюс-минус первая октава, у женщин это конец первой октавы и часть второй октавы. Так как же все-таки начать белтить-то? Ну, для начала вы должны посмотреть мой ролик о том, как потерять совесть. Ссылка на него будет в описании. Потому что с зажатым голосом сделать это будет практически нереально. Ну и давайте теперь рассмотрим компоненты белтинга. Что это у нас? Высокая гортань. То есть, да-да-да, именно высокая, не низкая. Открытое горло. То есть никаких зажимов не должно быть. Язык в высоком положении. Мягкое небо поднято. Достаточное количество тванга или твенга, как хотите назвать. Толстое смыкание голосовых складок. Атака звука твердая, мягкая, но не придыхательная. Рот должен быть открыт по всему периметру. То есть, не в алпак. Не в атак. А прям хорошо, широко и полностью. Атак. Естественно, хорошая опора. Ну и надо понимать, что это реально громко. Для начала нужно хорошо научиться владеть головным голосом. Он же reinforced falsetto. Плюс на нем можно отработать ту позицию, которую в дальнейшем мы будем использовать, когда будем петь белтингом. И это более безопасно. Ну и таким образом мы пытаемся воспроизвести этот самый главный звук. То есть, мы берем те компоненты, которые у нас уже до этого были, и, как я уже говорил, пробуем их применить к этому звуку. То есть, гортань высокая. Не язык в высоком положении. Я думаю, видно. Небо мягкое, поднятое. Проверяем. С этим, я думаю, тоже понятно. Далее, атака. Либо, как я уже говорил, твердая. Либо мягкая. Либо будет немного проще, если мы добавим и краткую вначале. Пока что масса голосовых складок у нас тонкая. Это нормально. Пока что толстая нам не нужна. Далее, что у нас еще осталось? Рот открыт широко. Эй! То есть, как я уже говорил ранее. Не эй! Не эй! Эй! Будто мы кого-то зовем. Вот. Опора дыхания. Или там просто опора, хорошо. Подсвяточное давление. Короче, все это работает у нас нормально. То есть, подается ровная, хорошая воздушная струя. Воздуха не слишком много, не слишком мало. То есть, хорошая компрессия. Никакого размыкания связок не должно быть Перегрузки тоже не должно быть Хотя скорее это не перегрузка, а просто зажим В общем, этого тоже не должно быть В принципе, это довольно громко, даже на головном звуке Ну, естественно, не так, как при пении болтингом Но должен быть хороший резонанс Я думаю, это слышно Ну и количество твенга, тванга Его тоже должно быть вот ровно столько, сколько нужно Но вообще довольно много То есть Мне, например, будет реально сложно спеть это без применения твенга Практически нереально Если будет слишком много Ну, я думаю, вы сами слышите, что происходит Голос начинает зажиматься, горло начинает закрываться Ну, короче говоря, все начинает просто рушиться Поэтому Можно делать либо так Либо Причем, когда я спускаюсь вниз, я не перехожу В свой так называемый полный голос Остаюсь на том же смыкании Потому что пока что нам этого не нужно Пока лучше тренироваться именно так Далее, что мы с этим делаем Мы все-таки берем и опускаемся вниз Туда, где происходит более толстое смыкание Голосовой складок Можно так же наоборот Из толстого смыкания в тонкое Таким образом, мы, во-первых, учимся нивелировать вот этот переход И так же мы учимся на ходу менять смыкание Потому что, что обычно случается Либо И не получается просто перейти вниз нормально Либо Вот так, да Либо наоборот То же самое Я думаю, наверняка многие с этим сталкивались Далее, мы находим удобную для нас ноту Для каждого она будет своя Я имею в виду в плане белтинга Именно Как я уже говорил, у мужчин это примерно Ре, ми, первой октавы Плюс-минус Можно и выше, но лучше начинать примерно отсюда Вот У женщин где-то Как я уже говорил тоже ранее Конец первой октавы И начало второй октавы примерно Вот Но в моем случае, например, это Нота Ре или ми Радиез Первой октавы Вот И что мы делаем? Мы можем, конечно, сразу Взять ее, да То есть делать вот так Но кого-то это может зажать психологически, будет страшно Поэтому я бы советовал делать именно слайд То есть что мы делали до этого То есть переходили в более тонкое смыкание Тут надо представлять, что мы уже прибавляем подсвязочного давления То есть хорошая опора Мы представляем, будто мы кого-то зовем То есть можно приложить либо одну руку, либо обе к верхней части пресса И проверять, насколько у нас, во-первых, хорошее напряжение То есть насколько будет хорошее подсвязочное давление Но при этом нужно соблюдать все, о чем я говорил И положение горта, и все остальное Поэтому я настоятельно рекомендую сначала все это отработать Именно на головном звуке И только потом уже пробовать делать это На таком прям полном белтовом звуке Потому что иначе можно себе конкретно сильно повредить голос Вот То есть я представляю, будто я пою своим полным голосом Но надо в голове понимать модель Или не то чтобы модель, а просто нужно понимать, какой нам нужен звук в итоге Если у кого-то в голове, если кто-то, вернее, например, переслушал академ вокал Там какие-нибудь там арии и так далее И у него в голове такой звук То это не белтинг То есть это не то, что нам нужно Нет То есть нам нужен яркий, прорезной, вот такой прям как лазер Как, не знаю, как пила просто звук То есть Надеюсь, что не клипует микрофон, но Буду вот так вот делать То есть можно делать его ровным Можно делать с вибрато Это даже, возможно, чуть-чуть сложнее Вот То есть желательно даже поначалу его делать ровным Без вибрато Слышно, да, что вот Я бы не сказал, что звук прям очень такой прям насыщенный грудью вроде бы Хотя говорят же, что вот белтинг это прям пение на всю катушку и так далее Вот Ну на самом-то деле, в принципе, если можно так выразиться Это тоже самый микс У меня, правда, видео по миксу еще не было Ну да ладно Еще будет Но с превалированием вот этого толстого смыкания связок Толстой массы То есть И все равно звучать это будет скорее ярко, чем глухо Да То есть И чем выше мы поднимаемся, тем звук все равно немного должен тоньше становиться. Это, конечно, уже прям совсем адванс-левел, когда мы стараемся максимум удержать грудного резонанса. И я бы так бы не советовал тренироваться это прям уж точно. То есть можно, конечно, еще создать себе там больше места, чуть-чуть приопустить язык немного вниз, да, вот от этого положения, которое у меня было изначально. Примерно так. Ну вот, да, это тоже можно назвать белтингом. И я бы не сказал, что это как-то тяжело делать, если, опять же, делать все правильно, да. И он тоже применим. Можно его применять в определенных песнях, в определенных жанрах. Но отталкиваться надо все равно от Итого, что мы имеем. Вернее, как можно все это теперь перенести на упражнение. Еще раз. Берем сначала головную ноту. Делаем все так, как я говорил. Либо хотите, можете снимать просто мой звук. Далее, опускайтесь вниз. Набраснитесь вверх. Эй, ей, эй, ей. Туда-обратно. Кстати, важный момент забыл уточнить По поводу того, сколько воздуха нужно Дыхание должно быть достаточно глубоким Но слишком много воздуха нам набирать не нужно Просто нормальный, правильный, певческий вдох То есть, чтобы воздух пошел туда, куда нужно Возможно, я отдельный урок позже сделаю по поводу дыхания Просто нужно учитывать, что, возможно, вы где-то видели Какие-то видео или статьи о том, что нужно прям для болтинга очень много воздуха Но это неправда На самом деле его нужно, может быть, чуть-чуть больше Чем для какого-то такого стандартного погромкости пения Но не слишком много В общем, далее мы научились делать вот так И далее мы снизу вверх Не поднимаемся вот туда прям, на те высоты Останавливаемся чуть раньше Можно хоть здесь Не боимся того, что это громко Не боимся резонанса Да, стены могут трястись, у всех голоса разные Соседи тоже могут трястись в страхе и ужасе Но нас это не должно волновать Это уже, конечно, этические вопросы Не знаю, выйдите в лес куда-нибудь Какая-нибудь репетиционка В общем, в любом случае нужно найти место Где это можно делать абсолютно Не задумываясь о том, насколько это громко Эй Вот И вот таким образом Еще раз повторюсь, не залазя наверх Мы просто пробуем протягивать Эти, вернее, ноты на гласные э Эй 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 В принципе, можно было по времени Еще столько же тянуть Я просто сделал так, чтобы вы поняли Что со стороны может казаться Как будто Это прям какой-то ор Какой-то крик Но на самом деле Все это очень хорошо контролируется И Долго-долго-долго Вот так вот можно это тянуть Я не считал сколько Сейчас попробую засечь На секундомере Почему бы, собственно, и нет Так, ну что, поехали Я Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот примерно как-то так В районе 37 секунд Возможно, можно больше Надо будет еще пробовать Надеюсь, это видео было для вас полезным Если да, ставьте лайки Подписывайтесь Вставляйте комментарии Хотите записаться на занятия Записывайтесь Я только за Пишите Прям сюда На ютуб И в АК И в инстаграм И вообще везде Буду рад Всем до скорого